Около 400 люберецких детей проведут последний месяц каникул с одноклассниками и вожатыми. В округе стартовала летняя оздоровительная кампания. Школьные лагеря открылись на базе семи образовательных учреждений. В маленькой стране побывала наша съемочная группа. В этом году гулять хочется как никогда. Месяцы самоизоляции лишили детей живого общения. Теперь, хоть и с опозданием, но пора школьных лагерей официально объявлена открытой. Я хотел бы пожелать вам хорошего настроения. Занимайтесь спортом, учитесь и отдыхайте одновременно, веселитесь. 54-я школа в Октябрьском примет самое большое количество детей. Свой летний досуг здесь проведут 100 мальчишек и девчонок. На базе лагеря под названием «Маленькая страна» создано 8 отрядов. В первую очередь позаботились о безопасности здоровья педагогов и воспитанников. Прежде всего, конечно, это социальная дистанция. Как в спальных, так и в игровых комнатах. Не менее полутора метров. Сегодня мы нанесли все разметки. У нас имеется все необходимое оборудование. Конечно, это ДЭС-средства, антисептики. Это масочный режим для педагогов. Лампы ДЭЗАР, которые мы купили специально с этой целью обрабатывать помещение. Вопросы организации отдыха детей и разнообразие их досуга тоже не отодвинули на второй план. Для посетителей лагеря приготовили тематические кабинеты, где они могут познакомиться с профессией спасателя, научиться рисовать и вести здоровый образ жизни. А в перерыве между играми – дневной сон и трехразовое питание. По многочисленным просьбам родителей, лагерь работает не только по будням, но и по выходным. Луиза Игязырян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.